В Узбекистане не работает опыт, который работает здесь, в Казахстане, потому что у людей другое мировоззрение, они чуть иначе общаются с миром автомобилей. Мы, будучи экспертами здесь, в Казахстане, мы решили подумать, а почему бы нам не попробовать запустить какую-нибудь страну, чтобы в будущем можно было использовать этот опыт для масштабирования в другие страны. Ну и то есть Узбекистан оказался как раз-таки очень интересным рынком для нас, очень крутым опытом, ну и, собственно, это наш первый опыт. Тут уже очень классно выручают поездки в Узбекистан, потому что каждая поездка в Узбекистан — это какие-то крутые инсайты, которые ты вообще не ожидаешь услышать, и тут тебя просто приземляют, и говорят, что вот там в Узбекистане так не работает, надо перепиливать там и одно, и другое, и третье, и люди вообще по-другому мыслят. Мы сейчас уже задумываемся на тему монетизации, то есть как нам начать зарабатывать деньги. Вот, мы сейчас находимся на этой стадии. То есть если в Узбекистане в два раза больше людей, чем в Казахстане, значит ли, что потенциал роста автоилонов в два раза больше, чем потенциал роста колес? Всем привет! Меня зовут Кристина Никулина. А меня — Ильяс Косым. Вы слушаете «Кот и кофе» — подкаста казахстанской IT-тусовки. Мы с Ильясом зовем людей зайти попить кофе и поговорить об актуальных, кайповых, иногда сложных, но всегда интересных штуках простым языком. Сегодня мы записываем четвертый эпизод второго сезона нашего подкаста. У нас в студии ребята, которые запустили и развивают «Автайлон УЗ». Это первый зарубежный продукт IT-компании «Колеса Групп». У нас здесь Асан Абдраимов, CEO «Автайлона» и Настя Циммерман, продукт-менеджер. Ребята, привет! Привет всем! Мы с ребятами будем говорить о том, как работать над продуктом, пользователи которого находятся в Узбекистане, где пока еще довольно слабое покрытие интернета. Какой потенциал роста у IT-продуктов на этом рынке и какие гиганты уже сегодня пытаются туда зайти? Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь, чем дышите, как живете. Всем привет! Меня зовут Асан. Я являюсь CEO «Автайлон УЗ» в Узбекистане. На данный момент мы запустили проект. Уже чуть больше двух лет он работает в Узбекистане. Мы работаем над тем, чтобы нашим пользователям в Узбекистане было легко и удобно продавать и покупать автомобили и все, что с этим связано. «Автайлон УЗ» — это Classified. То есть доска объявлений, где обычные узбекистанцы и узбекистанские компании могут бесплатно подавать объявления о покупке или продаже любых товаров или услуг, связанных с авто. Я работаю в «Колеса Групп» уже 4 года. Я пришел на позицию руководителя отдела модерации и занимался тем, что мои ребята проверяли объявления, и мы строили процессы там. То есть у нас был тогда больше акцент на то, чтобы объявления выходили вовремя и качественно. Затем мы более углубились в весь этот процесс. И сейчас объявления на «Автайлоне» проверяются, не только на «Автайлоне», на всех проектах, проверяются примерно до 15 минут. И показатель качества там достаточно крутой. Затем я работал со всем сервисом. То есть это отдел модерации, служба заботы о пользователях и колл-центра. Настраивали процессы, улучшали метрики. И сейчас у нас очень крутой сервис. Затем, примерно два года назад, мне предложили запустить проект в Узбекистане. Тогда мы уже подумали о том, что это будет автомобильная тема в Узбекистане. Мы точно знали, с кем проектом пойдем. Ну и, собственно, мне выпала честь. Я не стал долго думать. Это был большой вызов для меня. Согласился. Ну и, собственно, сейчас мы уже работаем около двух лет. Вообще очень интересная твоя история. Ты занимался до этого модерацией, сервисом, но не был в продакт-менеджменте, получается, никогда. Нет. Я лишь иногда составлял ТЗшки для наших разработчиков. Как ты решился перейти в совершенно другую область, получается, работы? Интересная история. На самом деле, меня всегда интересовало то, как работает разработка. Плюс до этого у меня был небольшой опыт работы с ребятами из разработки, скажем так. Но было достаточно скромное такое, может быть, даже непонятное представление о том, кто такой продакт-менеджер и что он делает, как он ведет свою работу. Но я понимал, что это будет такой большой вызов для меня. И, наверное, мое желание к чему-то новому, оно всегда подстегивало меня. Поэтому я подумал, это будет очень хороший вызов. Это будет очень интересная история. Будем изучать, будем учиться. И плюс это другая страна. Это очень большие возможности. Соответственно, когда поступило это предложение, я понимал, что предстоит много работы. Ну и стал чуть более подробно изучать. Затем это втянуло, наверное, как и всех продактов. И сейчас ты уже не можешь представить себе утро без метрик, без того, чтобы посмотреть, как чувствует себя свой продукт, без того, как им пользуются люди, что им понятно, что непонятно. Ну, в общем, я считаю, что это диагноз. Если ты, как когда-то Асан, хочешь перейти в продакт-менеджмент из любой другой сферы или прокачать уже имеющиеся скиллы в управлении продуктом, тебе поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от Колеса Апгрейд. Предподавать его будут 7 практикующих экспертов, строящих успешный бизнес в Казахстане. Благодаря онлайн-формату курс можно совмещать с учебой или работой. Ссылка на подачу заявки будет в описании подкаста и в телеграм-канале подкаст «Кот и кофе». Заявки принимаются до 8 февраля 2021 года. А что было самое сложное? Самое сложное в чем? В переходе твоем. В переходе. Ну, наверное, немного перестроить мышление, потому что, когда ты работаешь в сервисе, у тебя есть такой достаточно понятный скоуп задач. Ты понимаешь, над какими метриками ты работаешь. И, по сути, твой продукт, он понятен всем. То есть, если мы говорим про модерацию, это есть четкие метрики, есть понимание того, что объявления должны быть качественными и быстро проверенными. Если говорить про службу заботы, то это быстрый ответ и, в первую очередь, ответ на твой вопрос. То есть, чтобы пользователь был удовлетворен своим ответом и его проблема была решена. Если говорить о колл-центре, то это количество звонков, это определенное качество, естественно, звонков. Ну, и в целом здесь ты понимаешь. То есть, открывается новое направление, ты изучаешь, пишешь скрипты, определяешь метрики, и все это начинает работать. В переходе к продакт-менеджменту и вообще, скажем так, переходе к продукту, твоим продуктом пользуется достаточно большое количество людей. И то, как ведут себя эти люди, это, наверное, самое интересное. Потому что то, что нам очевидно, оно не очевидно пользователям. Ты думаешь, что сейчас вот мы выкатим такой продукт, такую картинку сделаем, вот такой интерфейс будет, и завтра там у тебя миллионы пользователей. Но на самом деле это не так. И, наверное, если ответить на вопрос, что было самое сложное, это понять, в какой момент ты что-то делаешь не так и к чему нужно перестроиться. Ну, то есть, в какую сторону нужно повернуть свой продукт. Что-то поменять в интерфейсе. А может быть, недостаточно данных. Если недостаточно данных, значит, надо понять, какие данные. А где взять эти данные? А может быть, мы вообще не понимаем эти данные? Может быть, мы не мерим эту просто цифру? Вот. И вот здесь приходилось подстраиваться. Настя, можешь тоже, пожалуйста, рассказать про себя немного? Еще раз привет всем. Меня зовут Настя. Я продакт-менеджер в Тайлон. Начинала свой путь в IT я с компанией в Упэй. Это когда-то был финтех-стартап, который перерос в большую платежную систему, гибкую. Крутые ребята очень быстро выросли. И вот два года назад я попала в колеса групп. Тут я свой путь начала с продукта Крыша, Кизет. И год назад я начала работать над Автайлоном в команде Автайлон. Расскажи, пожалуйста, какая твоя роль в продукте? Чем ты занимаешься? Я работаю с командой разработки, работаю с аналитиками. Мы придумываем гипотезы совместно, тестируем их, выбираем самые крутые, удачные эксперименты и тестируем их уже на большем количестве пользователей. Настя скромничает. Она менеджерит продуктом. Менеджер продукта. Спасибо, Асан. Конечно же, так же, как и Асан, слежу за всеми метриками. Каждое утро начинается с дашбордов, с того, что изменилось в продукте за день прошлый. Ну и бывает так, что начинаем что-то еще новое копать. Можете коротко описать, в чем же разница между вашими ролями продукт-менеджера и SEO. Мы, кстати, долго с Настей пытались определить, где моя ложка, где твоя ложка. Но сейчас в нашем клевом тандеме у нас все четко поделено. Настя больше отвечает за продуктовую разработку, за продуктовые показатели. Наверное, она чуть больше думает о продукте, чем я, потому что я больше отвечаю за бизнес и его развитие в Узбекистане. То есть в том числе, как и Настя, мы с ней следим за метриками, смотрим, тестируем гипотезы, смотрим на показатели, работаем с командой разработки. Но здесь я, Насте, больше доверяю этих вещей, поскольку она имеет больше опыт работы с командой разработки. Ну и все-таки у меня, наверное, чуть больший скоуп задач связаны с бизнесом. То есть это то, как мы будем продвигаться, то, какие маркетинговые инструменты мы будем использовать в стране онлайн, оффлайн, запуски рекламных кампаний, работа с другими отделами, ну в том числе, как и у Насти, но, наверное, я там больше с продажами взаимодействую, например, сейчас. Или же где-то с сервисом, чтобы получить обратную связь. То есть, наверное, чтобы всем было понятно и легко ответить на ваш вопрос, Настя менеджерит продуктом, я менеджеру бизнесом. Знаете, я очень часто от каких-то внешних людей слышу, что автейлон это вроде как аналог колес в Узбекистане. Но лично мне кажется, что это не совсем так, что у продукта наверняка есть какие-то уникальные черты, уникальные фичи, уникальные какое-то, не знаю, правильно ли будет это сказать, торговое предложение, которого у колес нет. Вот в чем оно заключается? Можете рассказать? Давайте я подхвачу, наверное, этот вопрос. Когда копировались колеса, действительно, продукт запускался полноценной копией колес. Но потом со всеми экспериментами мы поняли, что в Узбекистане не работает опыт, который работает здесь, в Казахстане, потому что у людей другое мировоззрение, они чуть иначе общаются с миром автомобилей, они чуть иначе понимают, что такое продажа автомобиля, как это делается. У них есть какие-то свои особенности, вроде такой штуки, как позиция, казалось бы, вопроса, что это. Для нас это комплектация, но в Узбекистане народ придумал такую штуку, как позиция. И это даже не какой-то автопром, это придумали сами люди, потому что им так понятнее распределять комплектации узбекского автопрома, узавто. И всякие такие штучки, они очень сильно отличают автоэлон от колес. Ну, то есть методом экспериментов, проб, ошибок, набивания шишек, мы поняли, что то, что работает здесь, нельзя скопировать в Узбекистан. Там свой уникальный путь, вплоть до различных мелочей, как комплектация. Если вернуться немного назад, хотелось бы понять, почему Узбекистан? Много стран соседних, там нету IT. IT-индустрия не так развита, но колеса групп решила пойти именно в Узбекистан. Можете объяснить причину и рассказать про это немного. Да, еще, кстати, интересно, рассматривали ли другие страны на момент запуска, да? Какие страны и почему их, грубо говоря, отшили? Спасибо за интересный вопрос. Ну, для нас сейчас Узбекистан, да и на тот момент, когда мы планировали, в первую очередь, это достаточно новый, открытый, быстро развивающийся, интересный рынок. То есть, ну, как вы знаете, Узбекистан долгое время был достаточно изолирован от, наверное, всего пространства, интернет-пространства, и в целом от всего мира, да? Но в последнее время мы видим большие изменения, которые делает государство, и эти изменения идут только на пользу, в первую очередь, людям, ну, и также для внешних государств. Ну, среди прочего, это и определенные снятые ограничения в плане доступа в интернет. То есть, пользователи в Узбекистане в свое время подключали VPN, чтобы зайти в YouTube и Facebook. Сейчас эти ограничения убрали, ну, и, то есть, спокойно, есть доступ ко всей информации. Есть погружение Узбекистана в IT, то есть, в некоторых вещах они даже обогнали нас. Приведу простой пример. В Узбекистане действует сервис, который позволяет в онлайн-режиме подписывать договоры и отправлять счета-фактуры. К примеру, в Казахстане сейчас, насколько я знаю, еще в разработке. Вот. Ну, это, наверное, какие-то простые примеры, да? Среди прочих мы видим, что достаточно большое количество бизнеса сейчас заходит в Узбекистан. Есть и примеры из Казахстана, есть и другие страны, и Россия, и многие другие. Другой внешний мир сейчас заходит в Узбекистан. То есть, это достаточно открытый, большой и интересный рынок. То есть, когда мы рассматривали Узбекистан, мы, ну, во-первых, это близкая к нам страна, да? Она там соседняя, мы вроде как понимаем ментал этих людей, в чем мы потом немного, наверное, ошиблись. Это страна с населением в два раза больше, чем в Казахстане. Сейчас, понимая количество сделок, которые совершаются в Узбекистане в плане покупки, продажи автомобилей, оно там в разы превышает количество в Казахстане. Соответственно, мы понимаем, что это рынок достаточно большой, и у которого там потенциал в два раза больше, наверное, чем в Казахстане. Ну и, собственно, это очень интересный рынок. Это одна из причин. Вторая причина заключается, опять же, в том, чтобы, ну, то есть, мы, будучи экспертами здесь, в Казахстане, мы решили подумать, а почему бы нам не попробовать запустить какую-нибудь страну, чтобы в будущем можно было использовать этот опыт для масштабирования в другие страны. Ну и то есть Узбекистан оказался как раз-таки очень интересным рынком для нас, очень крутым опытом. Ну и, собственно, это наш первый опыт. Вот вы поняли, команда поняла, что это будет Узбекистан. Какие дальнейшие действия? То есть, мы сидим в Алматы, мы хотим запустить продукт в Узбекистане. Что мы делаем? Ну, для начала ты начинаешь считать. Начинаешь считать и изучать эту страну. А какие сейчас решения, проблемы, которые ты хочешь принести, есть сейчас в стране? Ну, то есть, простой пример, как сейчас покупают и продают в Узбекистане автомобили. По сей день рынок оффлайна достаточно серьезный. Это, наверное, один из наших основных конкурентов. Базар. Это автомобильные рынки. То есть, в Узбекистане до сих пор развита покупка, продажа автомобилей на базаре. То есть, мне нужна машина, я поехал на базар. Мне нужна запчасть на машину, я тоже поехал на базар. И недавно мы открыли для себя то, что там, ну, порой видишь, кто люди инвестирует в строительство новых авторынков и базаров в каких-нибудь регионах Узбекистана. Ну, то есть, прямо мы приезжаем и видим, что новый авторынок построен совсем недавно на тысячу и более мест, наверное, автомобильных. И он пользуется большим спросом. То есть, в выходные дни он битком забитый, и там куча людей. То есть, мы начинаем изучать рынок, начинаем смотреть на то, какие решения есть сейчас, насколько они эффективны, насколько классно они работают. Ну, и начинаем смотреть, что же происходит в интернете. То есть, какой есть конкурент, какая у него доля примерно, и простые отзывы о том, как работает продукт. Какое количество объявлений там есть. Ну, пример, это если касается нашей темы. Смотреть в целом, то ты просто начинаешь смотреть на то, что какие решения есть, и как ты можешь улучшить эту ситуацию, или какие решения можешь принести ты. Это самое основное. Надо ехать туда. Как долго вы думали? Как долго мы думали? Мы уже начали разработку. То есть, по-моему, мы были где-то там по нашему плану. Примерно там, не знаю, ну, назовем, на второй переходной, такой первой-второй стадии разработки, когда мы уже там делали сайт, мобильную версию, и уже, естественно, там какие-то приложения. В этот момент мы впервые поехали в страну. А, нет, я, наверное, обманул. До этого была поездка у нашего CEO. Он ездил в Узбекистан, и, я думаю, еще тогда как-то присмотрелись к этому рынку и понимали, что же там происходит. Имеется в виду SEO-компании Колеса Групп Николай Бабешкин. Ну, это была первая поездка, так, скажем, чтобы ознакомиться со страной, что там происходит, и вообще, как выглядит эта страна. Следующая поездка у нас уже была, она более такая точечная, мы начали смотреть команду там, и это была вторая поездка. Она, как я уже говорил, где-то на второй-третьей стадии, может быть, это третий месяц разработки самого продукта. В какой момент ехать? Ну, сразу. Надо ехать сразу, чтобы понять, что происходит в этой стране. Если ты там был как турист, это только одна сторона. Если ты там хочешь вести бизнес, тебе нужно изучить эту страну с абсолютно разных точек зрения. Если у вас есть возможность, как была возможность у нас, допустим, скопировать колеса, мы скопировали колеса, потому что это очень круто, уменьшило время разработки, получилось запуститься очень быстро. Первые шаги – это понимание после изучения, что в этой стране люди мало говорят на русском, а сайт колеса на русском. Соответственно, первые какие-то переводы, первые переводчики в стране, которых мы нашли, они начали переводить сайт. Это была очень большая работа. Это вот были переводы полностью всего сайта. Потом это был запуск, возможность переключения валюты языков на сайте. Это, наверное, было первое, чем отличался Автайлон от колес. Ну и всё. Дальше нужно разметить всё это дело событиями и следить, смотреть, как люди пользуются твоим продуктом. После тут уже очень классно выручают поездки в Узбекистан, потому что каждая поездка в Узбекистан – это какие-то крутые инсайты, которые ты вообще не ожидаешь услышать. И тут тебя просто приземляют и говорят, что в Узбекистане так не работает, надо перепиливать там и одно, и другое, и третье. Люди вообще по-другому мыслят. И потихоньку начинаешь менять. Конечно же, начинаешь с каких-то суперважных вещей. У нас это была форма подачи. Мы с вами выяснили, что Автайлон Уз – это классифайд. Основной актив классифайдов – объявления. Чем их больше, тем лучше и успешнее продукт. Пользователи публикуют объявления через форму подачи, которая прячется за кнопкой «Подать». Классифайд стремится, чтобы этот процесс был как можно понятнее и проще для пользователя. Перманентно полируя его до блеска, проводя исследования на реальных кейсах, отслеживая воронки, чтобы выявить этапы, на которых отваливаются пользователи. Все это помогает увеличивать количество объявлений. Мы над ней работаем, кажется, уже второй год и почти не прекращаем этого делать. Это все строится из каких-то очень мелких экспериментов. Вначале в самом деле было точно так же. То есть из мелких экспериментов понимание, как люди продают машины, на что они обращают внимание в первую очередь. И до сих пор мы еще узнаем спустя два года какие-то новшества, которые мы не узнали где-то в начале пути. Настя, ты сказала, приведу, наверное, цитату, как ты сказал, нужно обвешать сайтик событиями. Можешь, пожалуйста, для людей, которые не в курсе, рассказать, что ты имеешь в виду под событиями, какие события бывают, и зачем обвешивать ими сайтик? События, или можно по-другому назвать их метрики. Для того, чтобы нам понимать, как вообще работает сайт, почему у нас есть или нет объявления, нам нужно знать, как люди взаимодействуют с этим сайтиком или приложением. И есть разные инструменты, Google Аналитика, Апметрика, Графана и еще много других разных, которые можно использовать. Есть аналитик у нас в команде, который подготавливает события, их размечают разработчики. И мы потом на этих всех дашбордиках можем смотреть, сколько людей, допустим, посетило сайт или приложение, сколько было установок, сколько пришли в подачу, сколько людей смогли дойти до финала этой подачи и подать объявление, а сколько отвалились по пути. Дашборд — это интерфейс, то есть картинка, которая выступает удобной прослойкой между аналитическим движком, например, Google Analytics или Яндекс.Метрика, и тем, кто пытается в этой аналитике нарыть какие-то инсайты. Дашборды упрощают и ускоряют восприятие информации. Взглянув на дашборд со всеми основными метриками, можно быстро понять, что происходит в продукте, вместо того, чтобы копаться в отдельном графике по каждой метрике, а потом пытаться свести их воедино. И с помощью таких вещей можно понимать, где есть проблемы в продукте, анализировать. Это очень важная штука, и лучше всего размечать, что сайт, что приложение в самом начале пути. Насколько я понимаю, продукт все еще считается новым и свежим. Есть же какие-то, наверное, этапы, стадии развития продукта. Я точно не знаю, как это войти в продукт-менеджменте, но наверняка я уверена, что какая-то такая методология, система, табличка есть. На каком этапе сейчас автоэлон, и какой следующий этап для вас? И какие были предыдущие этапы, которые вы прошли уже? На каком этапе сейчас находится автоэлон? Но я скажу так, что мы сейчас уже задумываемся на тему монетизации. монетизации, то есть как нам начать зарабатывать деньги. Мы сейчас находимся на этой стадии. В принципе, мы пришли к этому уже, наверное, может быть, год назад. Мы определили для себя показатели успешности, скажем так, по которым мы поняли, что вот здесь уже автоэлону пора начать зарабатывать. То есть нас, скажем так, удовлетворяет количество пользователей, которые размещают объявления. В свою очередь, эти пользователи получают достаточное количество контактов, значит, примерно вот в этот момент уже по нашему критерию успеха. У всех они разные в разных бизнесах. Здесь мы поняли, что вот тут мы можем зарабатывать. И начинаем включать уже какие-то инструменты монетизации. То есть сейчас мы работаем и над этим в том числе. Но как бы все это говорит о том, что в первую очередь продукт должен быть работающим, он должен решать проблемы пользователей. Значит, мы там не перестаем работать на тему того, чтобы вот это самое количество пользователей, которые размещают объявления, то есть чтобы количество предложений на сайте было достаточное для количества тех, кто желает это купить. И количество тех, кто хочет купить, чтобы у них был большой выбор из тех предложений, которые есть на сайте. Ну и дальше там, соответственно, ты смотришь, как они взаимодействуют друг с другом, сколько там звонков. Какое количество раз позвонили по одному объявлению, чтобы понять там вообще, интересует ли пользователь именно это предложение. Вот, эта работа ведется постоянно. Можете сказать примерные сроки до момента получения ваших первых денег от продукта? Стоит прям конкретизировать. Ну вот, скажем, вы запустили проект, и он первые полтора года был убыточным, вы ничего не получали от этого продукта. И вот на второй год появилась монетизация, скажем. Давай я скажу, наверное, так, что первые деньги мы стали получать тогда, когда заработал шлюз, который принимает деньги. У вас не было его. Нет, мы подключили его сразу, это нормально. В смысле, как только первый пользователь захотел попробовать, а что такое платная услуга, в которой захотел сделать так, чтобы его объявление отличалось чем-то от других. Их там цветом было, там, первым выдачей и так далее. Вот, уже тогда сразу, ну, мы там получили первые какие-то оплаты. Если говорить с точки зрения... Когда это случилось? Я не помню дату, но это случилось буквально в первые, наверное, три месяца работы. Ну, то есть уже тогда пользователи стали смотреть, о, а что это за интересный пакет? Попробую-ка я нажать кнопочку купить. Прошел сценарий, посмотрел, у него там снялись деньги, все получилось, и объявление стало чем-то отличаться от других. В Узбекистане, насколько мы знаем, гораздо больше людей, чем в Казахстане. Да, население в два раза больше. Цифру 33 миллиона, да? Ну, это официально. Неофициально, я думаю, там, может быть, к 40. То есть вы замахнулись на такой огромный рынок. Сколько людей над этим работает? Вообще расскажите про команду, какие есть роли, кто чем занимается, где они сидят. Короче, кто эти супергерои вообще? У нас есть продукт-аналитики, есть фронт-энд-разработчики, бак-энд-разработчики, мобильные разработчики iOS, Android. Конечно же, есть ребята, которые тестируют все это дело, и веб, и приложения. Есть дизайнеры. В целом, на самом деле, у нас пока еще не суперогромная команда. Эта команда состоит из 15 человек, поэтому продуктовая команда примерно такая. Да, у нас, на самом деле, очень клевая команда, и команда состоит и из ребят из отдела разработки. Это также наши модераторы, которые проверяют объявления. Это колл-центры, которые помогают нашим пользователям работать со своими объявлениями. Да, кстати, это интересно. Получается, модерация и ССП говорят на узбекском, да? Да, да. Я сейчас расскажу об этом подробнее. Есть также и служба заботы. Это ребята, которые заботятся о наших пользователях и помогают разбираться в продукте, и, может быть, решают какие-то вопросы, которые возникают у наших пользователей. Также это и наши ребята, которые находятся в Узбекистане, наш кантри-менеджер. Привет, Тимур. Наш бухгалтер-лиди. Ну, то есть, все эти ребята, они делают продукт. А можете немного рассказать про историю, как вы купили базар? Ну, на самом деле, да, конечно, купили базар, звучит прям... Сейчас вы наговорите, нас неправильно поймут. Да нет, мы просто решили, почему бы и нет. Ну да, вообще, да. Обычно я так отвечаю на этот вопрос. Ну, типа, почему не базар? Да, ну, на самом деле, просто, когда мы стали работать с нашей аудиторией, с аудиторией продавцов и покупателей автомобилей, мы подумали, а почему бы нам не сделать так, чтобы мы немного чаще появлялись в знаниях людей о том, что есть такой автоэлон. Кстати, вы не задали вопрос, что такое автоэлон. Автоэлон переводится как автообъявление. Отсюда у нас и пошел нейминг. Это отдельная история, как мы думали, над названием. Не знаю, можно сравнить с тем, как ребенку придумываешь имя. Ну и, собственно, мы просто повесили свои рекламные баннера с надписью автоэлон.уз на базаре. И это выглядит так, как будто бы мы купили базар. Прикольно. Ну, раз вы начали немного рассказывать про свои рекламные маркетинговые штуки, такие как повесить баннера на базаре, то, может быть, мы с этой темой и продолжим дальше. И вы расскажете вообще, какие маркетинговые инструменты, в принципе, работают в Узбекистане, а какие не работают? Ну, здесь, пожалуй, нужно обращать внимание на то, ну, ты просто идешь по городу и смотришь, что это за вывеска, что она значит, что на ней написано, какого она цвета. Люди, которые, там, менеджеры, которые запускают рекламные кампании, обращают внимание на то, что, там, не знаю, какой смысл у этого рекламного ролика, да, или он там должен нести скрытый смысл, или наоборот, никакого скрытого смысла, а все достаточно напрямую, то, если посмотреть на вывески в Узбекистане, на их рекламные плакаты, баннера, то там все написано достаточно простым языком. Ну, давайте простой пример, который сейчас часто встречается в Узбекистане, который, кстати, и говорит о том, что интернет в Узбекистане сейчас хорошо развивается, это стоимость пакета. Ну, вот стоил один пакет интернет, там, не знаю, 100 тысяч сумм. Его просто перечеркнули красными, таким красным крестиком, и ниже написали, теперь он стоит до, там, 70 тысяч сумм. Вот, и такие простые решения, они работают, они понятны, и это используется повсеместно. Ну, то есть, если говорить о каких-то там, ну, в плане наружной рекламы, то все достаточно просто. Человек хочет понимать, что это, и как оно работает, как у меня было, и как будет. Самое основное – это наружная реклама, ТВ, баннерная реклама. Иногда мы использовали и используем рекламу в Телеграме. Телеграм очень популярен в Узбекистане, то есть, там прям создаются группы, Телеграм-каналы, где пользователи ищут какую-то информацию, обмениваются этой информацией. Вот, и порой там, ну, там просто рекламируются какие-то новые бренды. Насколько сложный или несложный продукт с точки зрения разработки? Хороший вопрос, на самом деле. Наверное, самая большая сложность состояла в том, что интернет в Казахстане чуть быстрее, чем в Узбекистане, особенно два года тому назад. И поэтому нам пришлось первое время не очень сладко. Мы думали, что всё работает в целом неплохо, но когда начали ездить по регионам, мы поняли, что хороший интернет в Ташкенте, а по регионам уже чуть слабее, чем в Ташкенте. И мы нашли те места, которые нужно было исправлять в продукте. Мы этим занимались больше трёх месяцев. Мы оптимизировали приложения, оптимизировали сайты, чтобы они работали быстрее, меньше использовали интернета, чтобы у нас там какие-то вещи стали почти оффлайновыми в приложении, к примеру. Ну, в общем, мы над этим очень долго работали, и это дало свой классный профит. Я тоже пару вещей добавлю. Наверное, самое основное, что хотелось сказать Насте. Сидит она здесь в офисе, листает приложение, и у неё всё шикарно. Она не видит никаких проблем. Всё работает замечательно. Там выдача, фоточки, всё классно. И она просто не могла поверить, когда я находился в Узбекистане, и там пишу ей, Настя, слушай, вот тут вот фотка не грузится, вот здесь вот вижу, что приложение плохо работает. Сидит такая Настя, слушай, у меня всё нормально. Я не знаю, что у тебя, но у меня всё нормально. И это, наверное, самая основная техническая сложность того, что ты сидишь здесь и думаешь, что всё работает хорошо, а на самом деле там есть определённого рода проблемы с качеством интернета, и твое приложение ведёт себя немного по-другому. А вторая сложность, очень интересная заметка, замечание, которое я сделал совсем недавно для себя, наверное. Не знаю, наверное, ну не все поймут, но вот представьте себе, вы живёте в стране, в городе, в одном, да, вы пользуетесь здесь продуктами, вы создаёте эти продукты, к примеру, да, и вы видите, как ими пользуются люди. Ну то есть там ты видишь, как колёса решают проблему покупки и продажи машины. Ты можешь сам пойти, купить, продать машину, воспользуешься этим продуктом здесь и сейчас. Ты можешь там арендовать квартиру, если говорить про нашу крышу, да, там купить квартиру. Ты всеми этими продуктами можешь сейчас здесь воспользоваться. Находясь нам там с Настей здесь в Казахстане, мы не видим, как происходит сделка в Узбекистане. Это, наверное, самая даже не менее важная часть того, что ты в моменте не видишь, как пользуется твоим продуктом. Не понимаешь, как решает он проблему, с какими сложностями сталкивается человек, который юзает прямо сейчас твой продукт. И вот этому, наверное, я бы отдал больше баллов в плане сложности. Хочу снова вернуться к огромному количеству людей в Узбекистане и задать такой достаточно провокационный вопрос, на который, я уверена, нельзя ответить однозначно, но у вас точно есть мысли и амбиции на этот счёт, я уверена. То есть, если в Узбекистане в два раза больше людей, чем в Казахстане, значит ли, что потенциал роста автоилонов в два раза больше, чем потенциал роста колёс? Ну, в перспективе, да, это на самом деле так. Всё будет зависеть, в первую очередь, я, наверное, скажу так, чтобы замотивировать немножко команду. В первую очередь, это будет зависеть от бизнеса, точнее даже так, от продукта, о том, как он будет развиваться, какие новшества он будет внедрять, как им будут пользоваться. Следующее, это, наверное, уже правильность того, как мы будем делать бизнес, то есть, что мы будем делать в первую очередь, как мы будем развивать наш продукт. Третье, что тоже немаловажно, даже, наверное, на одной ступеньке я бы соотнес к развитиям, это то, как будет развиваться сам по себе интернет в стране. Ну, то есть давайте представим сейчас какую-нибудь ситуацию, что нам выключили доступ к Ютубу и Фейсбуку. Мы начнем искать обходные пути в виде VPN-ов. Это, по-моему, популярная сейчас, ну, или некоторое время назад популярная проблема в странах СНГ, в России, в Узбекистане, Казахстане, те самые блокировки. Просто представьте, что это наступит. Соответственно, скорость развития продукта может замедлиться, если твой сайт, твой продукт попадет под определенные ограничения. Ну, как там блокировки Телеграма, например, в России. Ну, вот. Ну, и наверное, это самое основное. То есть если все вот эти три фактора будут правильно себя вести, все будет держаться на достаточно хорошем уровне, то и продукт будет развиваться хорошо. Ты вот назвал один барьер. Возможные потенциальные блокировки интернета, да? Есть ли еще какие-то барьеры, которые специфичны для Узбекистана и, ну, как бы, немного может быть, как-то мешают или замедляют скорость развития бизнеса не только автейлона, а в целом IT-продуктов в Узбекистане? Привычка. Продавать и покупать на базаре. Ну, в нашей сфере это так. Есть решение, онлайновое решение этой проблемы покупки и продажи машины, но люди остаются верным своей привычке, в какой-то мере, да, ментальности, может быть. То есть я привык продавать на базаре, я буду ездить на базар, тратить кучу времени, стоять на жаре, мерзнуть зимой на улице, но я буду продавать машину на базаре. Это тоже может повлиять, конечно. Учитывая, что доля таких людей растет, видите ли вы какой-то тренд в сторону того, что много там каких-то онлайн-игроков крупных заходят, ну, узбекистанский рынок? Потому что сейчас мы это видим в Казахстане, глобальные какие-то игроки начинают заходить, не только российские, но и вообще глобальные, типа Вольт и Глова, происходит то же самое в Узбекистане. Да, мы видим то, как сейчас достаточно хорошо развивается экспансия в Узбекистан у абсолютно разных видов бизнеса. Это и оффлайновый бизнес, это и онлайновый бизнес. Ну, к примеру, из последних, там, я думаю, уже сейчас только ленивый, наверное, не знаю, что Яндекс запускает свои сервисы в Узбекистане. Мы запустились в Узбекистане. Сейчас я знаю, что многие банки заходят в Узбекистан со своими продуктами. То есть, к примеру, Тингебанк, наш казахстанский банк, который здесь в Казахстане, Халыкбанк, он тоже там под брендом Тингебанк присутствует в Узбекистане. Плюс, к примеру, Тибиси банк, грузинский банк, они тоже пришли в Узбекистан и выкупили один из самых популярных сервисов по переводу денег, ну, то есть, приложение, которое решает финансовые вопросы, да. Они выкупили его и там сейчас внедряют свой опыт, свои решения там через это приложение. Ну, то есть, рынок большой, да, я уже говорил об этом. Потенциал роста большой. Онлайн игроки заходят, но кого-то получается, кого-то не получается. Что касаемо гипотез, я уже не первый раз, да, разговариваю с продуктами, людьми, которые управляют продуктовыми командами, и часто я у них слышу, что столько всего нужно сделать, и ты всегда балансируешь где-то на грани между доступными тебе ресурсами и приоритетами. Расскажите тоже об этом, если у вас такая проблема, и что вы делаете? Не сказать, что это прям проблема. На самом деле, всем рулят цифры, и тут ты понимаешь, что если у тебя есть какая-то стратегия там на ближайшие три месяца или год, и ты понимаешь, что там тебя это приведет к каким-то вот желаемым цифрам, то здесь ты уже и выбираешь приоритет между всеми гипотезами, потому что, ну, команда разработки, как я уже говорила, у нас не супербольшая, и поэтому нам желательно фигню не делать. Будем делать фигню, сразу потонем, прям сто процентов. Поэтому мы десять раз думаем. У нас есть классный продакт-аналитики, которые нас тоже могут очень хорошо приземлять. Бывают, мы к ним тоже прибегаем с какими-нибудь гипотезами, такие окрыленные, нам надо срочно, давайте это делать, нам принесет это суперкрутые показатели. Ребята вытаскивают разные цифры, мы смотрим на ситуацию с разных сторон, потом уже принимаем решение, и вот здесь как раз этот баланс и появляется, что мы видим, допустим, что вот здесь по цифрам у нас больше есть шансов вырасти, чем там вот здесь, и выбираем то, где роста будет больше вот прям сейчас. Ну, конечно, мы ошибаемся, если вопрос был в этом. Конечно, мы ошибаемся, как и все. Цена ошибки, наверное, какой-то вывод сделал из этого. И что ты после этого начинаешь применять в дальнейшем? То есть, окей, поняли, ага, не сработало, ошиблись, ну ладно, давай попробуем другое, давай попробуем с этой стороны. Поэтому это гибкость. Ну, самое важное еще понять, а почему оно не сработало? Вот если упустили вот этот момент, почему оно не сработало, то можно ошибиться еще пару раз, потом понять, что ага, оно не сработало вот поэтому. Если разбираешь, почему не сработало там по мелочам, то уже, ну круто, тут уже тогда у тебя появляется классный опыт. Расскажите про свой фейл какой-нибудь интересный и что вы вынесли из этого фейла? Изучая Узбекистан, мы наткнулись на очень интересную вещь, такую, как продажа машины в аренду. Ну, да, для вашего слуха это сейчас, что продажа машины в аренду, в смысле, как определить, это аренда или продажа. На самом деле, это очень популярно. Я думаю, даже в Казахстане это есть, то есть аренда с выкупом, так называют. Единственное, что в Узбекистане это называют по-разному в разных городах, есть несколько вариаций того, как назвать. Но в целом это продажа в аренду с выкупом. То есть это тот же самый кредит, но сделка заключается между двумя физическими лицами. И когда мы впервые заметили то, что эта штука очень популярна, мы такие пришли и подумали, Настя, все, нам надо делать аренду с выкупом, потому что это работает. Сейчас мы такие сделаем и все, завоюем рынок, и мы победители. Мы сделали эту категорию, даже правильно сказать, мы сделали возможность продажи автомобилей и поиска автомобилей через вот эту аренду с выкупом, но наша гипотеза не сработала. То есть мы не увидели большого количества объявлений именно в этой рубрике, ну и, соответственно, мы не увидели, что это пользуется таким спросом, как нам показалось. Ну и, соответственно, и предложений было не так много, как мы ожидали. Поэтому, ну, можно сказать, что фейл подумали, что получится, но не сработало. Ну, вывод, наверное, такой, что это предположение не сработало. Окей, давай проанализируем, почему. То есть сейчас мы там понимаем, что, наверное, мы какие-то вещи дотюним там, может быть. Может быть, эта штука не такая популярная, но мы ее там в будущем будем больше уделять этому внимания. То есть, ну, расскажем большему количеству людей о том, что есть такая возможность. Вот. Ну и в следующий раз посчитаем еще раз. Наверное, это основные выводы, которые можно сделать. Я еще хотела спросить. Мы вначале определили, на каком этапе развития находится продукт, но мне еще интересно очень узнать, какие главные результаты, которых вы добились за эти два года, вы считаете самыми важными для себя. И почему? Ну, самый важный результат — это все-таки самая большая база в Узбекистане, номер один. Это крутой результат, это крутая мотивация, потому что это стоило больших трудов. У нас самая чистая база, потому что над ней трудится целый отдел сервиса. Вот это были наши самые крутые достижения. Мы научили людей пользоваться нашим интерфейсом, что нам не удалось с первого там релиза. Сейчас мы видим совсем другие цифры, людям стало более понятно, стало удобней. Ну, вот это самые такие важные штуки, которые мотивируют каждый день. Мы понимаем, что достаточно большому количеству людей сейчас в Узбекистане мы помогаем продавать и покупать машины. И когда ты видишь, что твой продукт работает, и когда им пользуется достаточно большое количество людей, это безумно мотивирует. Ну, то есть ты сэкономил людям время, сэкономил людям деньги. Они нашли решение быстро, купили машину или продали машину. После того, как продали, там, купили здесь же. Это замечательно, это мотивирует больше всего. Когда ты говоришь достаточно большое количество людей? Какое количество людей ты имеешь в виду? Ну, сейчас там, по-моему, по общим данным у нас порядка полутора миллионов пользователей ежемесячно посещают Автайлон. Следующая, наверное, важная цифра. На Автайлоне сейчас более 50 тысяч предложений различных с автомобилями, запчастями. Ну, это самые основные цифры, по которым я определяю успешность продукта. На этом очень интересном моменте мы будем с вами прощаться. Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Мы говорили о том, как запускать и развивать IT-продукты на узбекистанском рынке. Если вы начинающий продакт или менеджер из другой сферы и хотите перейти в IT, вам поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от колеса Upgrade. Кстати, одним из семи крутых преподавателей будет Настя Циммерман, наш сегодняшний спикер. Вас ждет полное погружение в процесс создания IT-продукта от стратегии до релизов продакшн. Дедлайн для подачи заявок 8 февраля. Ссылки на курс есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале подкаст «Кот и кофе». Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, YouTube и на всех других популярных платформах. Впереди много пользы, знаний и возможностей. Пока-пока. Пока, ребят. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...